МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие полчаса еще больше информации об интересных и резонансных событиях Иркутской области. В эфире новости по будням. Здравствуйте. Центральная тема выпуска обозначат мои коллеги в коротких анонсах. По многочисленным просьбам жители Иркутска жалуются на чистоту общественного транспорта. В прошлый раз мы побывали рейдом в Октябрьском округе. Сегодня отправляемся в Правобережный. Результаты нашей проверки озвучим в выпуске. В выпуске вдовь поднимем финансовый вопрос. Иркутская область попала в топ-20 регионов России по доле работников с доходами больше 100 тысяч рублей. Через несколько минут объясним, за счет чего наш регион попал в этот рейтинг и сопоставим ли это с тратами жителей. Затратный отдых. Побывать на Байкале во время зимних праздников мечтают некоторые жители страны. Но сколько придется заплатить за такую поездку, узнаете в выпуске. Знает, как поднять настроение себе и своим землякам иркутянкам. Причем здесь особый гусь и где узнать больше о Прибайкалье можно было с помощью музыки. Узнаете в рубрике «Повесточки». Но начнем выпуск с другой информации. Сразу несколько авиарейсов в Иркутской области отменили, задержали и перенесли. Из-за погодных условий в отдельные населенные пункты жители-гости региона не могут улететь уже более двух суток. Самая сложная ситуация с рейсами, которые должны были вылететь из Иркутска в Усть-Кут и вернуться обратно. Рейсы туда выполняют две авиакомпании. Как нам пояснил представитель одного из перевозчиков, с 19 ноября самолеты не могут сесть в аэропорту северного города и вылететь из него, так как взлетно-посадочная полоса обледенела. Авиакомпания отменила три чартерных рейса, которые должны были забрать вахтовиков из Усть-Кута и привезти к ним сменщиков. Также перенесли два регулярных рейса. Аэропорт временно закрыт. Пассажиров разместили в гостиницах и предоставили им питание. Сотрудники аэропорта должны убрать налет с полосы реагентами и тепловыми пушками. Но пока все тщетно. Также из-за погодных условий на севере Прибайкалья задерживались рейсы двух авиакомпаний. Бадайбо-Иркутск и Иркутск-Киринск-Иркутск. Не перепады температуры, а трудный период в жизни заставил ангарчанина устроить погоню с автоинспекторами. По крайней мере, так свой поступок объяснил сам Лихач. А началась история со звонка очевидцев в полицию. Они рассказали, что по улицам на машине ездит водитель со странным поведением. Искать этого шофера не пришлось. Позже он сам подъехал к одной из патрульных машин. Но когда к нему подошел сотрудник ГИБДД, мужчина рванул с места. Началась погоня. И тут все по классике. Гонщик выезжал на встречку, совершал опасные маневры. Полицейским пришлось стрелять по колесам. Оказалось, водитель был пьян. Многие жители Иркутска передвигаются по городу не на автомобилях, а на общественном транспорте. Тысячи людей ежедневно проходят через автобусы, трамваи, троллейбусы. Поэтому важно внутри салонов поддерживать чистоту. Дело не только в эстетике, но и в безопасности пассажиров. На прошлой неделе наша съемочная группа проверяла состояние транспорта в Октябрьском округе. По просьбам наших телезрителей устроить подобные рейды мы решили и в других районах. Сегодня наш тайный пассажир прокатился по Правобережному округу. А вот что из этого вышло, сейчас увидим. Частота общественного транспорта – вопрос, который волнует многих жителей Иркутска. На прошлой неделе мы побывали в трамваях, троллейбусах и автобусах в Октябрьском районе. Сегодня мы отправимся в Правобережный. Но в этот раз мы возьмем с собой салфетки, чтобы тщательно проверить поручни в общественном транспорте. Проверка в этот раз пройдет на четырех маршрутах. Это муниципальный транспорт, автобус номер 8 и трамвай номер 4. И две частных маршрутки – номер 27 и 56. С последней начался рейд. На этом транспорте перемещаются жители Радищева. Им повезло – салон данного микроавтобуса достаточно чистый. Протереть поручни мне не удалось, но ручки сидений – да. За них постоянно держатся пассажиры. Салфетка стала серой. Впечатления к маршрутке номер 56 неоднозначные, потому что было видно, что грязные поручни, особенно где ходят люди, соответственно, грязные полы и грязные окна. Но при этом чистые сидения. Но чистыми сидениями не порадовал автобус номер 8, куда я пересела. Этот маршрут знают иркутяне, которые живут в зеленом. Именно на него можно доехать из центра в микрорайон. Этот автобус стал аутсайдером нашего рейда. В салоне обшарпаны стены, сидения протерлись. На всех окнах видна не только грязь, но и следы от клея и бумаги. Восьмой автобус очень сильно разочаровал, потому что были грязные полы, желтые грязные окна, грязные поручни. Я провела салфеткой, и салфетка стала черной. Далее отправляюсь в центр на 27 маршрутке. Так как внутри салона было много людей, не удалось снять видео и протереть поручни. Но это и не понадобилось. Грязь видна невооруженным глазом. Но хуже всего это неприятный запах в салоне. Здесь явно нужна тщательная уборка. В маршрутке 27 также чистые сидения. Но все остальное грязное. Заляпанные окна, грязные полы и поручни. Поручни, после которых хочется помыть руки, оказались и в трамвае номер 4. Он ходит по маршруту от центрального рынка до предместия рабочие. Трамвай удивил. Это первый транспорт, где пол был чистым. Но общее впечатление на четверку. В трамвае номер 4 были грязные окна. На них были разводы, как будто после дождя. Были грязные поручни. По ним я провела салфеткой. Она стала серой. Но при этом были достаточно чистые полы и сидения. Результат нашего рейда таков. Общественный транспорт в правобережном районе не прошел проверку. Сидения оказались чистыми. А вот окна и поручни стоит тщательнее мыть. Грязь на полу еще можно понять. Ведь пока погода неустойчива. Анастасия Коростелева, Андрей Назаров. Новости по будням. Возникают вопросы порой не только к городскому транспорту, но и к межмуниципальному. Водители автобусов, которые перевозят людей из Иркутска-Вангарска и обратно, перестали останавливаться на железнодорожном вокзале столицы региона. Причина – новые знаки и разметка на дороге. Новые линии и указатели там появились после ремонта проезжей части. По заявлению компании-перевозчика, установленные знаки и нанесенная разметка противоречат маршруту автобусов номер 372 и 375. Водители междугороднего транспорта могут просто нарушить правила, а именно пересечь двойную сплошную при выезде с остановки возле вокзала. Поэтому транспортная фирма вычеркнула данный остановочный пункт из своего маршрута. Остановку даже удалили из расписания транспорта. Сесть на автобус Ангарск-Иркутск пассажиры теперь могут на улице Джамбула. Прокомментировать ситуацию мы попросили и администрацию города дать ответ. Нам пообещали в ближайшее время. Тратить немало времени приходится дворникам для того, чтобы навести чистоту на придомовых и других территориях. При этом сейчас в Иркутской области найти таких работников становится все сложнее. Почему, выясняла Дарья Ивазова. Следов не оставляют. Речь о дворниках. Как правило, их не встретить днем, ведь они трудятся по утрам, чтобы жильцы вышли уже в чистый двор. Олег Александрович дворником работает уже несколько лет. При этом труд метлой он совмещает с другой работой. Сначала дворником у нас, потом внутри здания мы ремонтируем, подъезды красим, потом двери ремонтируем, потому что за дворником зарплата минимальная. Обычно за дом платят за дворником 15 тысяч, но это совсем мало. А работа очень тяжелая. Ведь работать приходится в любую погоду, на ногах и с разными инструментами. Зимой и вовсе работы больше, а бонусом холод и ветер. Неудивительно, что подобный труд не пользуется популярностью. По данным портала ХРУ в Иркутской области, жесткий дефицит дворников. На одно предложение от работодателя приходится всего 0,5 резюме. При том, что норма начинается от четырех. Причин несколько. 44% российских соискателей считают работу в сфере ЖКХ непрестижной и не статусной. Второй момент – это то, что диапазон зарплат для дворников ниже средних по рынку в Иркутской области. Кроме того, у тех людей, кто раньше мог рассматривать работу дворником, в том числе как вариант подработки, сейчас есть масса других вариантов для того, чтобы использовать свободное время. Например, это работа курьерами, упаковщиками, комплектовщиками. Еще один фактор – в Иркутской области, как и во всей России, наблюдается отток мигрантов. Из-за курса валют им стало не так выгодно зарабатывать. Привлечь на работу дворником или уборщиком наших соотечественников сложно. А повысить зарплаты получается не всегда. Управляющие организации, ТСЖ, они зависят от решений собственников, насколько готовы они платить за эту услугу. За уборку то же самое. Отсюда и зарплата этого персонала идет. А так как у нас собственники не готовы принимать экономически извешенные решения, то и возникает ситуация, что на небольшую низкую зарплату найти людей очень-очень сложно сегодняшний день. При этом в дефиците не только дворники. В регионе в целом не хватает рабочих рук. Возник дефицит стокарей, сварщиков, автомехаников, прорабов, монтажников. Хотя их зарплата и куда выше. Но тут вступает в дело психологический фактор. Когда человек приходит, например, на завод, он обязан соблюдать некие правила. Обязан нести некую ответственность, чего сейчас и не хотят. Потому что все хотят работать фрилансерами, не нести никакую ответственность, быть предоставленными самому себе, управлять и распоряжаться временем. У них есть некая иллюзия, что если они будут свободными, у них может все сложиться в жизни, будет много денег и так далее. А рабочие специальности, которые раньше культивировались и действительно приносили стабильность, сейчас не имеют популярности. Как итог, дефицит кадров в определенных сферах, который из года в год лишь усиливается. Дарья Эйвазова, Владимир Пинаев, Новости по будням. Впрочем, некоторым специалистам в Иркутской области вряд ли стоит жаловаться на зарплаты. При Байкале вошло в топ-20 регионов России по доле доработников, которые получают за свой труд более 100 тысяч рублей. Наша область оказалась на 16 месте в этом списке. Рейтинг составили аналитики РИА Новости. Они проанализировали средние зарплаты в регионах за последний год и их распределение по крупным и средним организациям. В итоге оказалось, что в Иркутской области доля работников с доходом свыше 100 тысяч рублей составляет 15,5%. При этом всего 2,5% жителей при Байкале получают меньше 20 тысяч рублей. По этому показателю мы на 13 месте среди регионов с наименьшей долей таких работников. Средний же диапазон зарплат в регионе с учетом подоходного налога от 33 до 75 тысяч. Но касается это не всех. В рейтинге учли лишь половину жителей региона. Зарплаты остальных либо слишком высокие, либо слишком низкие для статистики. При этом Иркутская область оказалась на высокой позиции в рейтинге в основном за счет определенных сфер деятельности. Ну я думаю, основной момент это то, что наш валовый региональный продукт 2 триллиона. То есть фактически получается, что только 10 регионов России имеют такой доход. То есть в последние годы нефтяная добыча, она в общем-то поддержала наше предприятие. Поэтому действительно, кажется, в регионе большие инвестиции, большие стройки. Ну и соответственно заработная плата. Честно зарабатывать деньги хотят далеко не все. В Ангарске задержали подростка, который помогал мошенникам. Он забирал деньги у обманутых аферистами пенсионерок. 17-летний курьер успел до встречи с полицейскими собрать 800 тысяч рублей у четырех местных жительниц. Обмановали аферисты пожилых женщин по стандартной схеме. Звонили жертвам, представлялись следователями и рассказывали, что близкие пенсионерок стали виновниками ДТП. Чтобы избежать ответственности за аварию, нужно было заплатить деньги. Напуганные ангарчанки соглашались. Средства передавали посыльному мошенников. Позже женщины осознали, что стали жертвами обмана и обратились в полицию. Правоохранители вышли на курьера. Это несовершеннолетний житель Уссулья-Сибирского. Теперь он фигурант уголовного дела. Всего за последние три дня мошенники обманули 37 жителей Иркутской области. Люди потеряли в сумме 18 миллионов рублей. Следующая информация также будет интересна всем. Ведь касается каждого жителя, речь про уровень заболеваемости в Иркутской области. За последние дни в регионе резко увеличивалось количество людей, которым поставили диагноз ОРВИ или грипп. Кроме того, коронавирус выявили на 125% чаще у наших земляков, чем недели ранее. С чем связаны такие изменения, расскажем далее. Коридоры поликлиник Иркутской области заполнились вновь заболевшими. За неделю число наших земляков с диагнозом ОРВИ резко выросло. За медпомощью обратились более 19 тысяч прибайкальцев. Неделей ранее 13 тысяч. Несмотря на такой прирост, эпидемический порог по заболеваемости пока не превышен. Не отстает и грипп. Уже у девяти жителей региона лабораторно подтвердили это заболевание. Ранее за несколько недель данный диагноз поставили только трем людям. Привиться от гриппа еще можно. Это сделали уже миллион 167 тысяч наших земляков. Большая часть вакцинированных – это взрослые. Стремительно выросло и количество заболевших коронавирусом. Сразу на 125% по сравнению с прошлой неделей. Специалисты зафиксировали 1123 случая COVID-19. Для сравнения, ранее за семь дней зарегистрировали 498 случаев. Такой всплеск заболеваемости, по мнению экспертов, связан с сезонностью. В осенний период вирусы, в том числе и COVID-19, распространяются быстрее и активнее. Поэтому, чтобы не оказаться на больничном, нужно беречь себя. А если вы уже заболели, лучше остаться дома или обратиться к врачу, а не разносить вирусы. Юлия Шенкарюк, Новости по будням. Зимой нередко происходят всплески заболеваемости ОРВИ. Самое обидное – заболеть во время новогодних каникул. Тем более, если на это время была запланирована поездка. Делают так пусть и не все, но многие жители нашей страны. Вот и в этом году более половины россиян хотят отправиться в путешествие по России на период зимних праздников. 3% наших соотечественников мечтают встретить Новый год на Байкале. Легендарное озеро оказалось на шестом месте в рейтинге лучших мест для отдыха на Новый год. Такие данные приводит сервис «Суперджоб». Отметим, что в прошлом году Байкал был более популярен у российских туристов. Возможно, такие изменения связаны с подорожанием поезда к озеру. Каждый сезон цены растут. За лето стоимость туров на Байкальские берега выросла на 15-20%. Сейчас, перед новогодними праздниками, из-за спроса цены также могут неприятно удивить желающих посмотреть на замерзающее озеро. Самые дешевые предложения на данный момент – это поездки до Байкальска и Листвянки. Трое суток там обойдутся туристам в 30 тысяч рублей. И это без учета дороги до Иркутска и полноценного питания. Более продолжительные поездки стоить могут от 30 до 120 тысяч. Может быть, именно поэтому некоторые россияне, в том числе жители Иркутской области, предпочитают новогодние праздники проводить дома. В Иркутске уже в пятый раз прошел всероссийский экологический диктант. Но впервые проверить свои экологические знания и познакомиться с новыми экотрендами стало возможно в стенах плотины ГЭС. Отвечали на вопросы сотрудники компании N+. Почему для некоторых из них задания показались легкими и когда будут известны результаты акции, расскажет Данил Светов. Свой обеденный перерыв 20 иркутян решили провести с пользой. На столе не ложки и вилки, а ручки и бумага. Задача энергетиков ответить на 25 вопросов экологического диктанта. В столице Прибайкале он проходит уже в пятый раз, однако в стенах плотины ГЭС акция состоялась впервые. Поэтому для инженера-эколога Анны Макеевой это особенное событие. Об экологическом образе жизни женщина знает все, поэтому диктант, в котором 25 вопросов, она написала всего за 15 минут. Хотя на раздумья было дано 40. Я и по работе эколог, и по жизни, в принципе, эколог это для меня очень важная часть. В акциях экологических я участвую довольно давно. То есть когда я услышала про 360, то я старалась принимать участие, когда это было возможно. То есть на акт, на Байкал, на строительство Байкальской тропы. Экодиктант для сотрудников гидроэлектростанции провела Наталья Еремеева, руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь». Эта организация, как и еще 20 крупных компаний региона, входит в ассоциацию «Байкал без пластика». Объединение появилось в Иркутске по инициативе российского энергохолдинга «Н-Плюс» для компании. Такое сотрудничество – это новый этап многолетней работы по сохранению экологии. Данное направление обозначил как приоритетный еще основатель компании Олег Дерипаско. Плотина ГЭС в качестве площадки для экодиктанта была выбрана не случайно. Классно, что экологический диктант проходит в стенах гидроэлектростанции, потому как мы знаем, что это зеленая энергия, которая работает для нас с минимальным ущербом вообще, в принципе, если сравнивать с любыми другими источниками. И я очень рада, что «Н-Плюс» взяли курс на снижение углеродного следа и проводят разные мероприятия. Одно из таких мероприятий – проект «360» за 13-леткой. Ко движению по уборке мусора у берегов Байкала присоединились 160 тысяч волонтеров от Москвы до Забайкалья. За эти годы активисты собрали 5000 тонн мусора. Между тем, экологический диктант среди энергетиков планируют провести еще не раз. Результаты же нынешней акции участники узнают после 27 ноября. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Результат упорной работы – выставка. В Иркутске открылась экспозиция картин юных художников со всего региона. На полотнах детей – памятники истории и культуры Иркутской области. На бумаге с помощью разных материалов ученики школ искусств запечатлели дворики, мосты, церкви, каменные и деревянные здания своих населенных пунктов. Всего в экспозиции 34 работы. Это лучшие картины из 170, которые участвовали в областном конкурсе. Его инициатором выступил Центр по сохранению историко-культурного наследия региона. Задача конкурсантов была изобразить деревянные и каменные архитектурные памятники Иркутска и других городов, а также деревень и сел. Детям удалось таким образом передать частичку истории при Байкалье. Выставка картин продлится до 17 декабря. После ее завершения работы талантливых школьников передадут в медучреждения региона, чтобы они поднимали настроение пациентам и врачам. Напомним, что на данный момент в Иркутской области расположены более 5000 архитектурных объектов культурного наследия. Из них 91 – это памятники федерального значения. Вот эти работы, они ведь помогают детям осознать, что без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. И эти работы, они настолько яркие, позитивные. Даже если в аварийном состоянии объект культурного наследия, вы знаете, у детей особый взгляд. Он очень радостный, он очень светлый. Не только творческих успехов добиваются наши земляки, но и спортивных. О том, откуда с медалями вернулись спортсмены Иркутской области, расскажем далее. А еще объясним, как в Иркутске появился необычный беговой гусь и где уже можно увидеть духов Рождества. Все это сразу после короткой рекламы. Две медали привезли при Байкальце из Казани. В столице Татарстана состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике. Наша землячка София Петрова завоевала серебро в толкании ядра. А Святослав Григориаде удостоился бронзы в беге с барьерами на 60 метров. В каких еще видах спорта добились успеха спортсмены Иркутской области узнаете далее. Награды в каждой из пяти дисциплин спортсмены Иркутской области на международном турнире по Хабкидо завоевали 14 медалей. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В копилке сборной региона оказались 7 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Всего в состязаниях приняли участие 450 спортсменов из России, Израиля, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. С медалями в багаже вернулись и ангарчане. Они в Москве представили наш регион на всероссийском турнире по Ушу Саньда. Конкуренция была серьезная. Более 300 спортсменов со всей страны. Наши земляки смогли взять 6 медалей. Из них одно золото, 4 серебра и 1 бронза. Единственную награду высшей пробы выиграла Полина Кузнецова в весовой категории до 60 килограммов. Ну а молодежка Байкал Энергии с победы начала свое выступление в новом сезоне высшей лиги. Наша команда в первом туре на родном льду обыграла соперников из новосибирского Сипсельмаша. Игра прошла в упорной борьбе и оба коллектива имели шансы завоевать 3 очка. Однако дубль Евгения Легалина во втором тайме позволил белосиним выиграть со счетом 4-3. Даниил Седов, новости по будням. Хорошие новости поделилась администрация Иркутска. Вот, посмотрите, как преобразилась территория одного из детских садов города. Там на спортивной площадке постелили резинопол. Активные занятия теперь станут комфортнее. А в прогулочных зонах установили новые песочницы, горки, турники и скамейку-змейку. У детей даже появилась своя метеостанция. Может быть, что среди воспитанников этого сада уже сейчас есть будущие синоптики. Марафон добрых и вдохновляющих новостей продолжится в нашей традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Говорят, что творческие люди не могут усидеть на месте. Для создания шедевров им, как воздух, необходимы новизна и разнообразие. Именно о таких людях сегодня и поговорим. В Иркутске на снегу появился «Бегусь». Его в частном секторе вытоптала местная жительница. Полотном для художества послужил снежный наст. А вот кистью стали ноги спортсменки. Рассмотреть же сие птицу проще всего на карте. Ведь ради такого трека и была задумана пробежка этой милой спортсменкой. Желаем ей почаще радовать нас необычными маршрутами. Песню об Иркутской области презентовали на международной выставке в форуме «Россия». Композицию о Прибайкале исполнила известная вокальная группа. В песне артистки поведали о красоте нашего края, о богатствах земли на берегу Байкала, а также рассказали о сибиряках. Зрители с восторгом отреагировали на яркое выступление. Напомним, выставка «Форум» продолжает свою работу в Москве. Специально для этого мероприятия наш регион подготовил насыщенную культурную программу. Жительница Минусинска разводит в своей квартире птиц из вяленой шерсти. Чтобы создать дятлов, зимородков, синиц, поползни и других сибирских обитателей, Марине Третьяковой потребовалось досконально изучить строение птиц, а также среду их обитания. И не зря. Благодаря этому работы у сибирячки из вяленой шерсти, глины и бусин получаются очень реалистичными. Разлетают сожитворения мастерицы по всей стране. Недавно стайка снегирей отправилась в Воронеж, а синица в Екатеринбург. В планах у жительницы Минусинска презентовать свои шерстяные шедевры на выставке в Москве. В Лондоне уже витает дух Рождества. Там зажгли яркие гирлянды. Горожане собрались полюбоваться световым творением известного дизайнера Пола Дарта. Мастер создал 50 светящихся ангелов, загорающихся по очереди. На создание такого количества инсталляцию у Пола ушло около 300 тысяч лампочек. Отметим, что традиция зажигать гирлянды в Лондоне на знаменитой Риджент-стрит в Вест-Энде существует вот уже 70 лет. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. А у меня на этом все. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdfistv.ru Всегда рады вам и в наших соцсетях, в том числе и в телеграм-канале НТС нижняя подчеркивание Ирка. Подписывайтесь. Там тоже много интересного. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова